Базарку на сад играм де сей ретанас. Селаму алейкум, хайрлақ шамлар. Сайғладыр телеканалының телесерділері. Бұгын информацион программасыны середесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Бетеке 40-даққа ечерсінде қырым іле бағлы үн актуаль хаберлеріне бізім ақыбетіміз, кележекіміз іле бағлы меселеріне мұзакеретмеге планлаштырдық. Сізді бұзым яйнымызға хошылыныз. Экранларыңызда телефон номерасыны режиссерларымыз тақдиметі 073 419 4158. Вайбер вастасы ире бедава шекілде телефонышмаға үмкеніңіз бар. Еді скайп нұқ қуланып бізге телефон ачыныз. Атер.ТВ адресіміз. Сіздің сесіңіз біздер үшін пек мұйым. Адет ұзре келініз яйнымызны заман информацион программасында не ақта тарифетілі жегіннен башлайық үмкеніңіз бізді жанлы бағдар раман Спиридонов бізді мұғы біра мұзшымды бар. Нүзрумдан. Раман, дабыр керес, селям алейкум. Енді дэн, яны бұр хабірлер пейдаулдымыз. Заман информацион программасында не ақтан алты джэксіз. Алейкум селям. Гулесом, сегодня мы расскажем о таких новостях. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это было записанное видеообращение, поскольку из-за пандемии коронавируса все главы стран-участниц записали такие видеообращения. И в своем видео Владимир Зеленский обратил внимание, может быть, впервые так мощно и часто он говорил о Крыме. О том, что необходима площадка по деоккупации Крыма. О том, что нужно уже реформировать ООН, потому что оно не успевает за изменяющимся миром. Он настаивал на восстановлении территориальной целостности нашей страны. И, да, как я уже говорил, призвал международных партнеров создать платформу по деоккупации Крыма. И сравнил российскую агрессию с кровоточащей раной в центре Европы. Мы будем рассказывать о том, как идет так называемый суд в оккупированном Армянске над лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. Окупанты его хотят привлечь ответственность за якобы незаконное пересечение границы. Речь идет о том, что в мае 2014 года Мустафа Джемилев пытался из Херсонской области попасть в Крым. Но дорогу перегородили российские военные. И он не смог этого сделать. И теперь оккупанты считают, что таким образом Мустафа Джемилев пытался нарушить границу. Но сегодня в суде слушали свидетелей о другом аспекте этого дела. Мустафу Джемилева обвиняют еще и в халатном обращении с оружием. Речь идет о старом деле 2013 года. Тогда произошел несчастный случай, когда в Бахчисарае дома у Мустафы Джемилева, его сын Хайсер, нечаянно застрелил человека. И вот теперь оккупанты... Хайсер уже получил свое наказание, уже отбыл это наказание. Но оккупанты поднимают это старое дело для того, чтобы хоть как-то найти какую-то зацепку на национального лидера, чтобы хоть формально огласить свой какой-то вердикт. Вот об этом мы тоже будем рассказывать. Расскажем о том, что мемориал признал политузниками четырех фигурантов так называемого Алуштинского дела о терроризме. Речь идет об Эльдаре Кантемирове, Руслане Мисутове, Руслане Нагаеве или Нуре Халилове. Они задержали их после обыска в 10 июня прошлого года. По месту их жительства обвиняют в попытках свержения власти и в терроризме по надуманным обвинениям. И вот мемориал из-за того, что они занимались ненасильственным сопротивлением и не совершали никаких противозаконных действий, признал их политическими узниками. Появилась информация о личности одного из задержанных ФСБшниками в оккупированном в Крыму 22 сентября. Как выяснили в Крымреале, речь идет о 22-летнем жителе Одессы Александре Долженкове. В Крым парень приехал с матерью на отдых. Он геолог по образованию, у него есть свой ютуб-блог, и он рассказывает о путешествиях по Украине и Европе. И после его задержания в Евпатории суд, так называемый суд Киевского района Симферополя, его арестовал. Напомню, речь идет о том, что ФСБшники обвинили двух человек, вот этого Александра, еще одного жителя Крыма, как они пишут, гражданина России, в экстремизме и в терроризме. У крымчанина даже якобы нашли дома оружие. Вот об этом тоже будем говорить сегодня. Сегодня пришла новость о том, что авторам незаконной реставрации Ханского дворца в Бахчисарае грозит арест. Точнее, руководителям петербургской компании «Меандр», которая выиграла тендер на реконструкцию Ханского дворца. Вот им грозит арест за хищение средств, выделенных на реставрацию, но не Ханского дворца, а Санкт-Петербургской государственной консерватории. По информации правоохранителей российских, в июне 2017 года «Меандр» получил более 191 миллиона рублей аванса, большая часть которых была перечислена сторонним организациям. Деньги были обналичены, а запланированные работы не произведены. Ханского дворца пока в обвинительном протоколе нет, но мы неоднократно рассказывали о том, как это происходило, о том, что так называемая реставрация превратилась в евроремонт и была полностью уничтожена аутентичность этого исторического памятника. Но теперь еще остается посчитать, как расходовались средства, выделенные на реставрацию, потому что «Меандр» за всю свою историю получил 10 миллиардов рублей и в то же время всегда получал претензии и судебные иски за ненадлежащее исполнение контрактов. Мы будем рассказывать о ситуации с водой. Остроумные крымчане выкладывают ролики о том, что теперь вместо воды в кранах, из воды в кранах льется гимн Российской Федерации. Будем говорить о ситуации с коронавирусом на полуострове. Там эта болезнь по-прежнему забирает человеческие жизни. Вот об этом мы будем говорить сегодня в 19.00 в украинском выпуске с Урьяния Ситумерова и в 21.00 на крымско-татарском Шевкетам Наматулаю. Гульсом. 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 и деокупации певострова. А также я предлагаю поддерживать новую резолюцию ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь Украина, которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года. Генеральной Ассамблеи Герчектен де якши шивир айтмага куч тапті ве айтті. Мен білясім, яндагодин омагану вчин или япмага сумяо. Созунь тапамай. Мен білясім, яндагодин мүмкен олды десеністі. Яқши шивир айтті, ама девамыны көп бақачамыз. Міна білясім, салюлар? Девамында да анау айқан площад қарсыны көп қырып чықсалар ве оны ічінде, яуны етрафында кенеде қырымаққында лаф есет етежек олса, қырым күнтерті біне тұрмаса, бен істеракетмейім демеге күч тапса, сонда зұрлыланыр әдіп президентімізден. Шынды бірінжі кере бір бұчқиылын ішінде айтмаға күчіліңді ұшты бұңа да сау ұлсын, яқшы шілер ешітмек ері вақыт яқшы. Мұна қырым де окупациясы бойын жа платформаның тұзылывыне о чеші тұрлі асамблеяның іштыракшылеріні чағырды, әне, девлет іштыракшылеріні чағырды. Бойле платформаның тұзылы жеге ақта да тұзшылары назерлегенде бүлдірілгенеді, Резников бұақты айтқан еді, сонра Кулеба Алманияда озының үшдешінің қай күмасынен көршкені бақыт айтқан еді. Сізің тұшын жәнізге көре, бұнасыл бір платформа ола біле ве оның семерелі олмасы үшін насыл шекелде япылмалы? Мен там сауын үнәжі не айтачағыны бөліп оламам, ама текліп еткен не көре Украинаны дестеклеген Украинаны досты сайыныған үкіметлерін елбасшылары бұ платформаға үшіра кетмеге үмкәнлары олы япсалар тешкіліцелер бұ платформаға үшінді Минск бар Париж бар үндан сон Будапешт фарматы бар бұрқаштане үләне тілген Швейцария плюс деген фармат бұрвақты айтылайды олмаған тешкілі олмаған фарматларда көрді үшінді Келініз бізім яйнымызға үшінді Құрымты тұр қалқының лидера Мустафаға Джемелевіні бағылайық обызіле телефон вастасы үшінді бағыланды Мустафаға селям алейкум Мерабалар Мустафаға біріншіден шыны сұрымаға білесіңіздір президент Зелемский озының шығышында бірлешкен милетлерге азырлаған шығышында қалқара дүнияны бізім итифағдашларымызны құрым деоккупациясы бойынша платформаның тұзылывыны шағырды бұна не дерсіңіз бұна сылбір платформа олабіле кім үштыра көте біленді үштыра көте біленді біздіңіздір Шевірбіршіңілі үш қолқар, біз бұна сыл сылмайстар үштыра кесеңізді үшіңіздір сылмыс осылығы Jahrшын Продолжение следует... 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 Ама о кануле икаларном стынде, тек бізын мутихасыслер деген бевлетін ен яқшы мутихасыслері чалышты. Парашенко деверинде из группасы түзілген еді ве ана-яса ға кірсетілецек демешевлерін олар язып азырлеген еді. Біздің бераберлікті демеге мүлкен, ама девлетін ен яқшы мутихасыслері професор Бұткевич елбасшылық япты. Улар бірші ядып етші тұра битірмеден олсалар мен бекін бірші білмейдірім. Ама мен білгеніме көрі, шоқтан қач елден берілі азып, лейқалар, кечкен жүмір башқаны тәп да 16 сенесінде сентябр айына үшіндікі президент кене құлақ асмай, ода керек дережеде дағыранмай. Мұна біз бұл қануң лейқаларының қабыл әтілмесіні епіміз істейміз әлбетеке ве қабыл әтілмесінің ән бойлы үксек іқтималы бұл парламентке президенттің күрсетілмесі ола. Ама әгер президенттің күрсетейжегіні беклейдік олсақ, сізін же чоқ беклемек межбүретінде қалмаз мұйық? Бұл сүвалге Мұстафа ғашынды жевап бердім. Бізге нәтижесі керек. Әбет, үш тәне мүллет векеліміз бар, оларын адындан, яда бірдан есін адындан мүлкін күрсетмеге ве соны саплап отырмаға. Кім қаршы екінде, кім дестек берген екінде, не ічін кечмеді, не ічін кезілмеді, деп жүрметтен яқшысы, Әбет, президенттен талап етмек, о, кем мұларын дёқта демейлерді. Дёқ деселер, бекім құдырар едік башқа елларын. Үміт берелір, нетіжедейсе ұмітлер боша шыға. Бөлі алда, сіздің тұшын жәңізге көре, насыл ұсуларыны құланмақ мүмкін тесір етмек үшін? Шынды құландан ұсуларын, девам етмек боршылымыз, ве межбұрмыз. Еп бір, олар бізден қорыш меселерде, біз қорышу үлерін талап етіп, қорышмеге тұрышадымыз. Чүнкі у насыл ұлсада президент, девелетін, его басшысы, ве онен бірәберлікті чесек чезедеміз, ама онық дестегі ұлбаса, меселеміз керчіктен де чөп елларға шырадыз. Мұна келініңіздабыр меселенымызакирейтей, бұл сув меселесі, амна бежда қақа қалай айнымызның екілін месіне әлмі ағы. Мен шыну қайдетінеге істейм, кеченлері сіз бірес, білесіз қырымның үшғалжы парламентасының создыя спикері, Константиновның айтқанына, көре сан кедерсін, дүне пір чешіт тұрлы үлкелерге айт олған бір озен, ве оны қапатмаға Украинаның ақы йоқ, деп айтты. Веке ченлері Украина президентінің даймілтепсінеджісі, қырымда даймілтепсінеджісі, Антон Кареневичнің білдіргеніне көре, бұл шымалі қырым каналы Украинаға айтылған бір инфраструктурадыр, веет сады жі Украина, оны нея пажағы ілі бағлы, қарарлар алабылі, фейсбук сайфесінде білдірген, қырымда даймілтепсінеджісі. Яким чыном її використовуваты? Вернее, не украинцы, как народ, а власть, которые незаконным преступным способом добрались до этой триллионы долларов, Крым вам предъявит, триллионы долларов за то, что вы сделали с нашей республикой за последние годы, и что делали все 25 лет, находясь у власти. Эльмияға, ким, кимге да компенсация талапыты джекекен, не дерсіз? Крым, ким, кимге да компенсация Крым, кимге да компенсация Константинов күбістерсенлерін создырмейне бақып, еш тұтмаз Украина, тұтмамақ керек. Бірвақытты ойтайды, Днепр озені Русиядан баслана В этом году мы говорим о том, что Кореневик добрый украинский мультик, и он только Украина распоряжается. В этом году мы говорим о том, что Кореневик добрый украинский мультик, и он только украинский мультик, и он только украинский мультик. В этом году мы говорим о том, что Кореневик добрый украинский мультик, и он только украинский мультик, и он только украинский мультик. В этом году мы говорим о том, что Кореневик добрый украинский мультик, и он только украинский мультик. В этом году мы говорим о том, что Кореневик добрый украинский мультик, и он только украинский мультик, и он только украинский мультик. В этом году мы говорим о том, что Кореневик добрый украинский мультик, и он только украинский мультик. Тихо. Русиа живёт. Русиа жэзаваны жа. Анау Константинов Айтран триллионлар украина-русия-дан сорай жа. Русиа Украинадан деген. Продолжение следует... Продолжение следует...